Едем дальше. Давайте рассмотрим основные виды обратной связи для операционника. Так, как бы сделать? Пусть у нас будет источник сигнала амплитудой, ну скажем, 10 милливольт. Частота 100 Гц. Или пусть будет 1 милливольт. Так, и нам его надо усилить. Если подадим такой сигнал на вход операционника и куда-нибудь денем второй вывод, то на выходе мы получим просто прямоугольник. Ну и кстати, это способ, чтобы получить прямоугольный сигнал из синусоидального. Так, сюда, сюда. А где канала? А, там минимальное значение. То есть вот наш синус и вот наш прямоугольник. Когда сигнал на неинвертирующем входе становится выше нуля, на выходе операционника у нас плюс напряжение питания. Когда меньше нуля, на выходе минус. Поэтому, чтобы усиливать сигналы в определенные значения, нужно вводить обратную связь. Наиболее распространены два способа включения обратной связи. Делается она с помощью двух резисторов. Первый способ вот такой. То есть ставим с выхода на землю делитель напряжения, и с его средней точки идет сигнал на инвертирующий вход. Чему равен коэффициент усиления такой схемы? К1 будет равен, ой, 1 плюс отношение R2 к R3. Таким образом. Давайте рассчитаем. Сигнал у нас с амплитудой 1 милливольт. Сделаем его, поднимем до 1 вольта. То есть надо умножить в 1000 раз. Здесь 1000, минус 1 будет 999. R3 пусть будет 1 кОм. Значит R2 должно быть 999 кОм. 1,999. Давайте проверим это. Запускаем симуляцию. Так, и вот видим такой сигнал. Канал А на входе, напоминаю вам, амплитуда 1 вольт, максимальное значение. На одну кулиточку у нас сейчас 2 милливольта. Считаем канал B синим цветом. Сейчас совмещу. Вот так вот. И пусть будет, ну сделаем 0,2 вольта на одну клеточку. Считаем. 2, 4, 5. 5 клеточек, ровно 1 вольт. То есть мы усилили наш входной сигнал ровно в 1000 раз. Его форма полностью повторяется. Никакого сдвига по фазе нет. Усилитель построенный таким образом называется неинвертирующим. Потому что сигнал полностью повторяет сигнал на входе. Далее. Второй распространенный способ включения. Следующий. Сигнал мы подаем на инвертирующий вход операционника. Вот таким способом. Неинвертирующий вход мы заземляем. Соединяем с общим проводом. В этом случае коэффициент усиления у нас будет просто соотношение R2 к R3. R2 разделить на R3. Такая схема включения называется инвертирующий усилитель. Давайте здесь крупнее сделаю. Почему инвертирующий? Потому что сигнал подается на инвертирующий вход операционника. И соответственно на выходе у нас будет следующее. Так, в ту же самую тысячу раз. То есть здесь будет ровно 1000 кОм. Запускаем симуляцию. И смотрим. Тоже самое. Размах 5 клеточек. То есть 1 вольт. Тот же самый коэффициент усиления. Но видим, что сигнал у нас инвертирован. Когда на входе у нас плюс, на выходе у нас минус. И наоборот. Это нужно учитывать, когда вы применяете однополярное питание. Что если на вход подадите плюс, допустим 2 вольта, то здесь у вас будет 0. В случае однополярного питания, потому что минус у вас там быть не может, будет 0. Вы просто потеряете сигнал. Вот две основные схемы включения операционников. Инвертирующий и неинвертирующий усилитель. Коэффициенты усиления написаны здесь. Отличия между ними какие? У неинвертирующего усилителя, предыдущий вариант, сигнал подавался напрямую на неинвертирующий вход. И его сопротивление входное очень велико. Ну, условно его можно считать бесконечным. В случае инвертирующего усилителя, то есть по этой схеме, входное сопротивление этого усилителя равно сопротивлению резистора на входе. То есть в данном случае оно 1 кОм. Это необходимо учитывать, если у вас источник сигнала с высоким сопротивлением. Каким образом можно усилить переменный ток в таком включении? Нужно создать искусственную среднюю точку для неинвертирующего входа. Давайте сделаем это. Возьмем потенциометр. Плюс подключим. Так, как туда подключиться-то я не знаю. Ну, вот СЦ пусть будет, наверное. Посмотрим. Второй вывод резистора мы подключим к общему проводу. И неинвертирующий вход подаем вот сюда сигнал. Сместим резистор вниз. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, а что там уже? Поставим пробник напряжения. А куда уже сместился сигнал? А, это из-за того, что у него сопротивление конечное. То есть, вот здесь вот ставим минимальное сопротивление. Поменьше. Запускаем симуляцию. Вот, теперь видим сигнал на своем месте. То есть, уходит и в плюс питания, и в минус. Если мы на неинвертирующий вход подадим некоторое напряжение. Давайте уменьшим. Поставим тут 1 вольт на клеточку. И начнем подавать напряжение. А, блин, у меня же коэффициент усиления большой. Давайте сделаем маленько по-другому. Поставим здесь 100 милливольт амплитуда сигнала. Коэффициент усиления пусть будет 10. 1 кВм, 10 кВм. 10 разделить на 1 будет 10 коэффициент усиления. Запустим симуляцию. Подстроим наши величины. У желтого 50 милливольт на клеточку. У синего 500 милливольт на клеточку. Сигнал в 10 раз больше. И давайте теперь прибавим значение потенциометра. И видим, что значение на выходе операционника стало смещаться вверх. При этом полностью сохраняя свою форму. Таким образом мы можем сдвинуть ее куда угодно. До максимального значения источника питания. После этого оно... Ну где-то там... Ага, вон, наконец-то нашел. После этого оно упрется в потолок, в напряжение питания. И начнется искажение сигнала. Таким образом можно усилить переменный сигнал. По такому же принципу я строил двухполярный токовый монитор, который применял в IMAX 5. То есть напряжением на неинвертирующем входе операционника мы задаем напряжение нуля на выходе этого операционника. Теперь давайте рассмотрим амплитудно-частотную характеристику операционного усилителя. Как я говорил, максимальная частота усиления у него ограничена. С идеальным у нас не получится сделать, поэтому ставим LM358. Также поставил до него двухполярное питание, плюс-минус 15 вольт. Тот же коэффициент усиления. На выход ставим пробник. Растягиваем здесь график АЧХ и нажимаем пробел. Видим вот такой сигнал. Давайте зайдем в свойства и поставим усиление в разах, а не в децибелах. Так будет сейчас удобнее. И видим, что на частотах до 20 кГц коэффициент усиления у нас равен 10. То есть тому, который задан внешней цепью резисторов. Далее он начинает снижаться и на частоте порядка 1 МГц он уже равен 0. Давайте попробуем изменить коэффициент усиления. Поставим здесь 100. Коэффициент усиления равен 100. Смотрим, как это повлияло на полосу пропускания. Она уменьшилась. Теперь коэффициент усиления максимален до частоты примерно 2 кГц. В 10 раз меньше. Ну и соответственно, если сделаем коэффициент усиления 1000, то будет еще меньше. До 200 Гц. Это нужно учитывать при проектировании некоторых устройств. Что понижая коэффициент усиления, делая его меньше, мы увеличиваем линейность АЧХ в данном диапазоне частот. То есть если вы хотите сделать усилитель звука, то коэффициент усиления 1000 применять с этим операционником нельзя. Потому что выше 1-2 кГц, коэффициент усиления упадет уже в 2 раза. Это довольно плохо скажется на качестве звука, поэтому ставим коэффициент усиления порядка 10. Но можно сделать побольше. что я для красоты поставил. Здесь мы видим все вплоть от 0 до 20 кГц. У нас линейная АЧХ. То есть все частоты усиливаются одинаково. Теперь давайте посмотрим на неинвертирующую схему усилителя. Меняем подключение резистора на землю. На плюс подаем наш сигнал. Тот же коэффициент усиления. Посмотрим, как изменится АЧХ. Видим, что в данном случае она никак не изменилась. Но изменим 10 на 9 кОм, чтобы коэффициент усиления был тот же, равен 10. Вот таким образом. И теперь попробуем заменить двухполярное питание на однополярное. Подключили плюс питание 15 вольт, минус на общий провод на землю. И частота у нас довольно прилично уменьшилась. АЧХ. То есть для своих поделок, в основном у меня однополярное питание, я предпочитаю использовать именно такую схему включения операционника. Неинвертирующая схема включения. Ее плюсы. Это очень высокое входное сопротивление. И сигнал на выходе повторяет сигнал на входе. Кстати, насчет повторения сигнала. Давайте вернем осциллограф. Бывает необходимо сделать какой-то буфер. То есть у нас есть источник сигнала с высоким внутренним сопротивлением. И его нужно подключить к какому-нибудь, допустим, мощному усилителю. То есть нужно согласовать высокое выходное сопротивление источника сигнала с низким сопротивлением усилителя мощности. Для этого можно применить повторитель напряжения на операционнике. Что для этого нужно? Для этого нужно просто замкнуть инвертирующий вход и выход операционника. Таким образом мы получим, что сигнал на выходе будет полностью повторять сигнал на входе операционника. Так. А, ну да, учитывая, что у нас однополярное питание, либо сигнал сместить, либо давайте вернем двухполярное. Для объяснения примера. Минус 15. И смотрим. 0,1 вольт на клеточку. Давайте 50 милливольт на клеточку. И сигналы у нас полностью совпадают. Еще раз повторюсь, такое включение применяется для согласования сопротивлений. Ну, либо если, допустим, в сборке из четырех операционников остался один неиспользованный. Очень не рекомендуется, как у логических микросхем, так и у операционников оставлять неиспользованные входы никуда не подключенными. На них обязательно нужно подать какой-то потенциал. Иначе они из-за наводок могут начать там переключаться. Будет повышенное потребление энергии и прочие неприятности. Поэтому я обычно, как делаю, если есть неиспользуемый операционник в микросхеме, я делаю вот такую цепь, замыкаю. Обычно это два соседних вывода, что очень удобно. А неинвертирующий вход кидаю почти на любой источник сигнала. Он на него никак не влияет и все стабильно работает.